На повестке дня заседания Совета депутатов городского округа Щелкова ряд актуальных вопросов. Парламентарии единогласным решением приняли отчет территориальной избирательной комиссии о расходовании средств на организацию проведения выборов в муниципалитете, прошедших 8 сентября. Ранее вопрос подробно рассматривался на профильной комиссии в Совете. Также в ходе заседания народным избранникам выдали значки удостоверения. Рассмотрели и вопросы утверждения ликвидационных балансов Советов депутатов и контрольно-счетных палат поселений Щелковского района. Процедура необходима в связи с преобразованием муниципалитета в городской округ. К вашему вниманию сегодня представлены основные балансы контрольно-счетных палат и представительных органов местного самоуправления всех ликвидированных поселений за исключением городского поселения Загорянский. Ликвидационный баланс позволит закончить процедуру ликвидации данных органов. Депутаты единогласно утвердили все представленные ликвидационные балансы. Всего же в ходе заседания было рассмотрено порядка 20 вопросов. Один из них – о ходе реализации законодательства в сфере погребения и похоронного дела на территории муниципалитета. Несение изменений в решении Совета 28 мая 2019-го. Есть обращения от граждан, у которых есть вопросы по реализации услуги погребения. Поэтому ранее было принято решение Советам депутатов провести проверку контрольно-счетным органам в данной сфере. И для того, чтобы уточнить вопросы и провести проверку более расширенно, мы предлагаем внести данные изменения. Парламентарии единогласно проголосовали за внесение изменений. Одно из завершающих тем повестки стал вопрос количества помощников депутатов. Стоит отметить, что деятельность эта ведется на безвозмездной основе. Теперь у одного народного избранника в нашем муниципалитете может быть не более 8 помощников. За это проголосовали все присутствующие депутаты на заседании.